Новые препараты для лечения онкологических заболеваний приобрела Первая Краевая больница. Это стало возможно благодаря региональной программе развития здравоохранения. В отличие от федеральных средств, это финансирование не требует долгосрочного планирования и дает возможность заказывать лекарства, которые только получили регистрацию. Подробности в репортаже Антона Примачева. Петр Бибинин сегодня может самостоятельно принимать лекарства и пищу, гулять и крепко спать. В Первой Краевой больнице он всего вторую неделю. До этого лечился дома, в еврейской автономии. Долгих пять месяцев врачи не могли поставить диагноз, и его привезли в Хабаровск уже в тяжелом состоянии. Зимой вылезли инфоузлы, обратился в больницу онкологии в Горобиджане. И не могли поставить диагноз мне. Отправляли меня по больничкам в тубиспансер. Гематологическое отделение Первой Краевой больницы единственное на Дальнем Востоке, где есть полный комплекс диагностических лабораторий. У пациентов со злокачественными заболеваниями крови болезнь развивается стремительно. Оборудование позволяет делать точный анализ оперативно. Время анализа образца, как правило, составляет не более 5-10 минут. Это все зависит от некоторых индивидуальных особенностей. То есть, учитывая рабочее время и график, поток исследований может быть очень большим. И с этим потоком прибор совершенно спокойно справляется. Точный диагноз позволяет подобрать правильное лекарство. Этот мужчина лечится уже около 10 лет. С 2016 года ему стали назначать так называемые таргетные препараты. Препараты направленного действия. Благодаря Краевой программе врачи могут заказывать последние фармацевтические разработки уже на следующий день после их регистрации. Стандартная химиотерапия, возможности ее были уже исчерпаны. Ну, по, так сказать, медицинским показаниям. И вот этот таргетный препарат, он позволил мне не просто, так сказать, восстановиться, ну, то есть восстановиться, вернуться к жизни, я стал активным. Таргетная терапия – это лечение препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток. Им для жизни и размножения необходим кислород. Таргетные препараты перекрывают его доступ, и опухоль умирает. Большую роль в лечении таких болезней имеют не только технологии, но и специалисты. Наш доктор-морфолог по негласному рейтингу врачей-морфологов Российской Федерации занимает шестое место. Что это значит? Это значит, что уровень морфологической диагностики заболеваний крови находится на уровне федеральных учреждений Санкт-Петербурга и города Москвы. На учете у гематологов края сегодня 2,5 тысячи пациентов. По словам врачей первой краевой больницы, 40% больных со злокачественными заболеваниями крови удается вылечить полностью. Антон Примачев, Виктор Казаров для программы Новости.